К новостям из мира политики Южной Кореи. Вот так вот неожиданно я озвучиваю Дорамы, я Аконе, всем привет. И да, вот представляете, такая вот новость. Короче, президент Южной Кореи Юн Саугёль принял заявление на отставку у своего секретаря. Короче, этот секретарь, вот он работает именно по делам вот этих гражданских, короче, всяких дел. А всё из-за того, что 14 марта в ходе беседы с журналистами на неудобные, видите ли, вопросы, он отшутился, типа, намекнув, типа, помните, типа, случай, когда агенты, господи, агенты разведки Кореи напали на журналиста и нанесли ему многочисленные ранения на живые. Эх, это что, идиот? Типа, он так, ну, типа, намекнул, типа, вы тут, типа, аккуратнее за словами следите, типа, если что, я на вас натравлю всех, вас порежут. Вот это так выглядело, представляете? Взрослый мужик работает у президента, то есть он ещё даёт интервью, получается, да, пресс-конференции проводит, пресс-релизы, да, и такую чушь сморозил. А ещё там напомнил про случай, короче, который произошёл в Куанчжу, какой-то идиот. Я не знаю, зачем он так вообще делает. Вот так вот он неудачно пошутил, и 16 марта он уже, ой, марта, начал приносить извинения, 16 марта, да, начал приносить извинения, ну, соответственно, все потребовали его отставки, ему пришлось подать в отставку. Если бы не подал бы, ну, наверное, просто напнули бы. Это, короче, капец. Шутка обернулась ему боком, скажем так, да, и новостные статьи, кстати, такие подписали, что шутка обернулась ему боком. Так шутить нельзя, это опасно, особенно, когда ты на такой должности сидишь и имеешь такое влияние, такой вес. Вот. Шок контента. Ну, надеюсь, они не это пытались скрыть, вытаскивая скандал с Хансо Хириджиньоном. Опять я их впихнула, да. О, Господи, мне они уже надоели.